На первой полосе победительница конкурса «Лето – это маленькая жизнь». Татьяна Чайковская знает, куда отправиться на ноябрьские выходные. Ведь она победила в конкурсе историй о летнем отдыхе и в качестве подарка выиграла тур в Казань. А у нас стартует новый конкурс «Зимние забавы». Присылайте свои истории и фотографии, как вы проводите зимние каникулы. И может быть в этот раз удача улыбнется именно вам. Полевчанин стал чемпионом мира. Дашкалята спасают ежей. Детская музыкальная школа получила к юбилею многомиллионный подарок. Что еще интересного произошло в Полевском, найдете на второй-третьей страницах. Чего хотят полевские предприниматели? Что им мешает уже которое десятилетие? О чем они разговаривали с областными чиновниками? И как Полевскому привлечь инвестиции? Читайте на страницах 4 и 5. Какая судьба ожидает сельскохозяйственные ярмарки? И когда будет решен вопрос с уличной торговлей? Читайте на странице 6. Полевской все глубже погружается во тьму. Полевчане делятся своими историями, а «Рабочая правда» продолжает составлять карту неосвещенных улиц города. Подробности о проекте «Город на ощупь 2», «Сумерки» ищите на седьмой странице. Выступления вокального ансамбля «Вечера» – это маленькие шедевры, где все продумано до мелочей. А легко ли быть сельским коллективом? Рассказываем на восьмой странице. Окно в Британию находится в 13-й школе. В юбилейный для школы год рассказываем о том, как развивается в образовательном учреждении и на язычное образование. Подробности на странице 9. Быть металлургом было мечтой каждого второго мальчишки. Заводчанин Виктор Рябухин на странице 10 рассказывает, как его мечта стала реальностью. Школьники – самые активные борцы за чистую воду. Кто стал лучшим экологическим отрядом – ищите на странице 20. И куда бедному крестьянину податься? Сельчан лишили баллонного газа и вынуждают устанавливать электрические плитки. Подробности на странице 22. Зоя Федоровна Дьякова обратилась в редакцию и рассказала историю своей подруги, которая хочет, встав на ноги, накостылять ответственным за дороги. Почему? И зачем юным музыкантам города Полевского испытания дорогой? Читайте на 22-й странице. Гибель на охоте. Какие уроки нужно извлечь, чтобы трагедии не повторялись? Читайте на 23-й странице. Ветеран педагогического труда Надежда Погребняк не представляет, как можно усидеть на одном месте. Рабочая правда открывает новую рубрику. Активное долголетие. Читайте на странице 24. А также в Рабочей правде вы найдете телепрограмму для 18 телеканалов, афишу городских мероприятий и много интересных проектов и конкурсов для взрослых и детей. Хотите подписаться на газету Рабочая правда всего за 500 рублей? Тогда приходите на день подписчика 7 ноября с 15 до 16 часов в кафе «Ласточка». Здесь же пройдет фестиваль заготовок. Приносите ваши соленья, варенья. Мы будем их и дегустировать, а лучшие получат призы. Подробности по телефону 357-74. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова